Дорогой, дай денег, пожалуйста. На что это? Ну, у меня тушь закончилась, и там еще по мелочи. Сколько тебе надо? Ну, хотя бы тысячу гривен. Ну, ничего себе, по мелочи. Знаешь, сколько сейчас косметика стоит? И знать не хочу. Ходи не накрашенный. Ходи не накормленный. Нужно ли выпрашивать деньги у мужа? Нужно ли отдавать жене всю зарплату? Эти вопросы часто вносят раздор в отношении многих семейных пар. Как правильно сформировать семейный бюджет и при этом сохранить взаимное уважение? Поговорим в этом выпуске. Секреты того, как распоряжаться семейными деньгами, передаются из поколения в поколение. Вот только в разных семьях традиции разные. Где-то муж – глава семьи и распоряжается финансами, а где-то жена – хозяйка в доме и контролирует траты. В итоге некоторые из нас уверены, что мужчина должен выдавать деньги другим членам семьи по мере необходимости, а другие убеждены, что женщина должна забирать зарплату мужа. В первом случае жена вынуждена выпрашивать каждую копейку, а во втором мужу приходится делать заначки в секретных местах. И то, и другое, согласитесь, унизительно. Дело в том, что все эти традиционные модели, кто кому выдает деньги, основаны на общепринятой раньше структуре семьи – муж зарабатывает, жена ведет хозяйство. В современном мире чаще всего зарабатывают или имеют такую возможность оба супруга. Нередко случается, что жена даже зарабатывает больше, чем муж. И тогда современные реалии, накладываясь на старую традицию, создают еще одну любопытную модель распределения денег. Дорогой, дай, пожалуйста, 500 гривен. Зачем? За электричество заплатить. Так тебе вроде вчера только аванс выдали, оттуда возьми. В смысле? Это мои деньги, на что хочу, на то их и трачу. А это семейные расходы. Так что давай-давай, раскошеливайся, добытчик ты мой. Спасибо, солнышко. Пожалуйста. Мои деньги – это мои деньги, а твои – это наши. Такая модель очень нравится многим современным женщинам. Но для семейного счастья любая модель должна устраивать обоих супругов. Если же кто-то из супругов видит несправедливость в выпрашивании или отдавании денег, то лучше применить паритетную модель семейного бюджета. Что это означает? Согласно этой модели, все деньги, поступающие в семью, считаются общими. Каждый из супругов кладет свой заработок в общую кубышку или на общий банковский счет. Вместе распределяется часть бюджета на необходимые расходы, такие как коммунальные услуги, обучение детей, отпуск, ремонт и так далее. Оговаривается лимит расходов, не требующий согласования с партнером. Например, если женщине нужно совершить покупку на сумму менее 1000 гривен, неважно для себя или для других членов семьи, она просто берет деньги из общей кассы. Если сумма превышает оговоренную, то стоит посоветоваться супругам. Не против ли он потратить эти деньги с этой целью? Слушай, я себе вот такую кофточку присмотрела, она правда не дешевая, но очень мне нравится. Что думаешь? Слушай, если нравится тебе, то, конечно, возьми, почему бы и нет. А я себе, смотри, такой вот спиннинг присмотрел, правда цена кусается. Глянь-ка. Я в них точно ничего не понимаю. Но если он тебе нужен и он того стоит, бери, конечно. Кстати, классные прихватки ты в кухню купила, забавные такие. А я заметила, что ты такую классную полочку для обуви купил. Я давно такое мечтала. Спасибо тебе большое. В паритетной модели семейного бюджета отношения строятся на уважении друг к другу. Супруги признают друг в друге взрослых разумных людей, которые заинтересованы в процветании и благополучии семьи. Поэтому нет необходимости пристально контролировать супруга, не доверять ему, шарить по карманам и обвинять в чрезмерной расточительности. Если у вас часто возникают конфликты на почве денег, попробуйте применить эту модель в вашей семье. Проявите уважение и доверие к своему партнеру. И убедитесь, что он тоже уважает ваши желания и интересы.